Здравствуйте уважаемые друзья, сегодня у нас на канале питомника хвойный дворик обзор ели обыкновенной посмотрим ели обыкновенная, ну во-первых она не отправляется, ее можно купить только приехав сюда еле обыкновенная, ну растет она довольно высоким деревом, ну пока соответственно она вырастет, это сколько у нас тут 65 сантиметров, ну примерно у нас стоит от 60 до 80 сантиметров, еле обыкновенная, только пока что самовывозом, но скорее всего так и останется, потому что я ее скорее всего рассажу, рассажу и там уже пусть растет, уже будет как бы саженцы продаваться непосредственно на Новый год с комом, ну довольно хорошее дерево, красивое, пахучее, если ель колючая не так сильно пахнет, то ель обыкновенная пахнет очень хорошо, ну вот здесь рассмотрим даже, вот она в одиночной посадке стоит, прекрасная елочка, 70 сантиметров, цена на нее на сайте указана, довольно бросовая цена, если честно, номинальная, кто хочет приехать, посадить дома у себя, ради бога сажайте, она вырастет, вы ее будете наряжать, опять же у меня есть видео по сдерживанию ели такой, у меня там есть ель, которая сейчас находится, которой 15 лет и она находится в полтора метровом размере, опять же не просите отправить, я не смогу, я смогу отправить ее единственным способом, если вы сами сюда закажете машину, сами все организуете, человек приедет сюда, заберет, мы ему можем упаковать только ком, а остальное как бы он заберет и все, дальше извините не наши проблемы, как он и что будет доставлять, так что сами договаривайтесь, если есть возможность, я не говорю, что там прям нужно что-то организовывать серьезное, но если честно, если бы у меня была возможность выехать на рынок, я думаю она бы разлетелась, как горячие пирожки, ну на данный момент сейчас пока идут заказы, мы упаковываем заказы и поэтому у нас нет времени упаковывать ее, каждую чтобы упаковать, это надо довольно таки много времени потерять, а людям нужны заказы, нужно отправлять, поэтому день короткий стал, извините, но мы не можем отправлять ее, к сожалению, большому моему сожалению, я бы ее отправлял, если бы мог, это одно, второе, не просите меня отправить ее, я сказал, говорю еще раз, предупреждаю, пожалуйста, приезжайте к нам и покупайте, кто-то у кого, договаривайтесь с транспортными компаниями, у нас ее около тысячи штук от 60 до 80 сантиметров, опять, ель хорошая, да, притенять надо, поливать надо, ну как всегда, как я и говорил, то есть три дня заливаем, на четвертый даем корневин, пятый день даем отдохнуть и поработать корневину, на следующий день опять начинаем заливать и так целый год до морозов, после морозов, поливаем очень хорошо, корневина можно дать и весной, если даже вы ее купите, поставите на новый год, ее прекрасно можно наряжать в течение нескольких лет, она уже довольно большенькая, 70 сантиметров, это нормально, есть зеленая, она потом становится, да, под набитой чуть-чуть, но где-то, когда она до трех метров, она довольно-таки красивая, но до трех метров, это вам надо лет, извините, энцать, дождаться, чтобы она вам мешала, а также, я еще раз повторяю, на моем канале много видео по сдерживанию еле обыкновенной, где вы можете потом, когда она достигнет определенного роста, то есть с вашего роста около двух метров, она будет очень красивая, но вы можете ее сформировать так, чтобы она оставалась в этом размере, то есть в двух метрах, и так держать ее постоянно, это много у вас времени не займет и будет приятно, чем покупать в пятерочках и магнитах, вот эти елки по коника, которые в горшочках, да, они тоже, но они не наряжаются, а на новый год, вот это, вот этот посадочный материал, если посадить во дворе, то очень прекрасно, опять же говорю, цена бросовая, ссылка будет в описании на этот товар, с вами был Евгений Филимонов, всего доброго, удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова